032.306.07.2018, обновлено, 3 25 6 июля 2018 года 1596 126 Москва, 6 июля, РИА новости. Более 50% граждан России продолжают работать в первые годы после наступления пенсионного возраста, сообщила РИА новости главный гериатор Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Как отметила Ткачева, научные наблюдения российского геронтологического центра свидетельствуют о том, что уход на пенсию часто провоцирует у людей депрессию. Эмоционально-психологический дисбаланс, связанный с потерей работы, приводит к обострению заболеваний, человек начинает чувствовать себя хуже. Мне кажется, что пенсионная реформа была бы гуманна, если бы велась политика борьбы с айджизмом, дискриминацией по возрасту, людям бы предоставлялась работа и увеличилась пенсия. Дело в том, что клубок медицинских и социальных проблем у человека нарастает после 70 лет. В этом возрасте человеку необходима помощь, и социальная и медицинская. Поэтому размер пенсионных выплат должен быть достойным. Добавила Ткачева. Дело в том, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменение пенсионного законодательства будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседание Российской трехсторонней комиссии, РТК, по регулированию социально-трудовых отношений. В законопроекте Кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсии на достойного уровня. По словам главы счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 трлн рублей в год. Значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсии. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Анпф, Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело. Эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями с возрастной структурой населения в РФ. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер Нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме 2 и 3, окончательное чтение. Полный текст интервью читайте в 13.00 на сайте re.ru. Продолжение следует...